подождем сюрприз устроим народу подожди подожди сейчас сейчас как только я пойму что все запустилось я итак кажется все запустилось давай сюрприз 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 давай призывать леню словом говно как он это любит ну да да можно его и так хотя думаю у нас не услышит да вот в общем да народ оно само оно само как бы так получилось рад что народ пишет уже что звук нормально научили мы людей сразу говорит нормален звук или нет почему почему нету лени я не знаю ребят он был его покусал кулаков он был буквально 30 минут назад но куда-то он пропал поэтому я тут срочно раздобыл леня заменитель как и на стриме сантернет и вот пожалуйста мы здесь я эту строчку буду в свое резюме записывать теперь могу заменять леонидов можешь да действительно в общем да народ сегодня у нас внезапно так в понедельник в обычный 20 00 стрим необычной игры а именно той которая еще не вышла о кажется кто-то проснулся и очнулся алло привет как будешь оправдываться компьютер сдох без шуток на клево вообще не знаю что произошло я я в панике и вообще ага ну мы можем тогда отпустить келебрыча да а он здесь да можем отпустить сейчас секундочку я ему тогда скажу что алло да господи как как звонки передавать переадресовывать сейчас секунду ты бы мне хоть попрощаться дал да вы все я тебе вот давай попрощайся и я не вернулся так что и да ребят раз такое дело то я уступаю до положенное место все давай увидимся в кинологах до встречи так возвращаем леонида все я тебе вернул сейчас царик немножко погромче кажется сделать сейчас подожди я так понял ты выходишь со второго компьютера да но я на максимальной громкости на самом деле в скайпе но вот сейчас пускай скажут нормально или нет ровно в общем кроме комментариях я теперь точно ничего не могу считать ну то есть вообще и мы просто сегодня только с андреем с автоматом поговорили на тему того что на хрена нужны компы за 700 тысяч там инвейджин лап и прочее в общем кажется кажется время пришло ну да типа того вот значит не келебрыч не придет сейчас уже потому что он на самом деле был занят я его так срочно выдернул говорю типа давай я тебе просто даже но написать не был состоянии я рыдал на коленях прям буквально перед компьютером вот и это очень быстро все произошло ладно ладно все это этим будешь заниматься после стрима я уже сказал что сегодня у нас не совсем обычная скажем так игра которая еще по факту не вышла вот это quantum break компания microsoft нас неистово балует да и подобными движухами когда дают пресс-версию за пару недель до выхода игры да еще и разрешают стримить да еще разрешают стрим да мы начнем игру хотя вы наверняка уже чей-нибудь другой стрим посмотрели вы понимаете что сейчас скорее всего будет но мы короче начнем игру не сначала с определенной точки но недалеко от начала пройдем ну наверно две трети акта и посмотрим одну серию сериала вот пока можно только так чтобы понимали ну да потом уже когда игра выйдет мы там уже нормально все это в общем ты следи за комментариями я потихоньку будут начинать так единственное что может игру чуть погромче сделать тиховато просили правда включить английскую озвучку чего я не сделал да ладно нет пусть русская будет черта пускай будет русская так и быть все таки а я даже еще вам субтитры сейчас включу потому что я же знаю что вы будете об этом просить так я не тут субтитры в общем что вообще что такое вообще quantum break может быть кто не знает это можно сказать четвертая игра до такая после макс считаем а нет подожди до макс пэйна были у рэмоди игры если и были то никто о них не знает в общем с того момента как рэмоди стали известны на весь мир и сделали первого макс пэйна они успели выпустить второго макс пэйна алана вейка и в анализ ралли не было до этого но такое да не совсем считается и в общем вот новая игра от рэмоди как где они сказали что постараются как-то круто совместить сериал и игру потому что насколько мы знаем это не всегда хорошо получается были примеры с такой ммошка defiance и вроде бы как-то все забили в какой-то момент то ли на нее то ли на сериал я думаю там обоюдно забивание произошло ну да на нее что на сериал да и было не совсем понятно как они вообще собираются это сделать то есть что будет ли сериал там идти словно говоря параллельно с игрой то есть реально на тв либо он будет там где-то вот действительно попутно распространяться там в интернете внутри игры ну вот как выяснилось сериал находится прямо внутри игры я вот кстати не совсем осознал он находится у тебя на винчестере или он тебе лайв стримится к откуда-то с интернета потому что там постоянно происходит к это буферизация перед стартом серии то есть как будто что-то выкачивается надо до какого-то определенного момента и вот я не знаю насколько там он находится у тебя на винчестере или же он находится где-то в облаке этот сериал вот что если ты меня об этом спрашивал я поняли нет я не спрашивал я просто не вопрос был это просто утверждение которое я пока не осознал насколько оно истинно насколько одно я не знаю слушай эти два чувака вместе в лосте играли я про поскольку я лос не смотрел не знаю но вот один точно играл в один точный я знаю я его узнал который чарли вот это да а второй ты можешь загуглить и узнать я точно знаю что здесь играет этот я меньше всего хотя бы петербург лишь из этого из игры престолов на который мизинец как скажешь а ну окей но вот он тут и тоже играет и мы его скоро встретим ранее играл один из босса второй из людей x в людях и сам был я узнал вот понятно ну то есть актеры все-таки довольно известны и образы взяты именно с них то есть не там например как в ларри крофт была там камилла один там которая там озвучила да но собрана из трех частей было героини здесь как бы это ну узнаются герои и даже вот их как-то не знаю по поведение мимика вот это все перед передано в целом очень даже хорошо вот но это мы посмотрим позднее насколько хорошо выглядит такие вот дела а пока что началась перестрелка пак я так скажу завязка впечатление дай видова завязку сначала какая завязка я не знаю насколько можно и рассказывать но в общем случилось скажем так нечто непредвиденное в научной лаборатории и мы получили возможности управлять со со временем наш герой получил пока что этого еще нету но это скоро появится вы чувствуете вот люди вы чувствуете эту боль с которой вася нужно без спойлеров объяснить сюжет да ребят я кстати сегодня посмотрел уже там уже бомбанул комментарии блин к ории там народу кинул вот проспойлерил твою мать игре год я там на 1 4 минуты рассказал игры и все вот но здесь я стараюсь вообще не говорить потому что ну вот и значит мы сейчас убегаем из как раз лаборатории где собственно произошло то что произошло да но это повлияло то что произошло не только на нас но и на вообще на весь мир но такой на окружение то есть время как таковое скоро закончится и этому вот буквально скоро уже сможем пронаблюдать ну и это собственно основная скажем так моя не понял время закончится в каком контексте вот время как вот мера величины как как существующие нечто в нашем мире оно скоро закончится как четвертое измерение да типа того то есть все все остановится и больше не поедет никуда и вот сейчас кстати это как раз можно будет пронаблюдать буквально сейчас мы в лифте доедем с нашим братом наверх и это увидим там ждать придется это ваше там пишут ну все теперь я знаю что главный играл главный игрок в людях их спасибо за спойлеры да я надеюсь что люди это с сарказмом говорят они на самом деле убавь себя это кстати правда на работу пишут что очень громко и ты когда повышаешь голос еще сильнее хорошо я убавил себя на 20 процентов думаю этого хватит я буду не повышать голос вот а вот это вот непонятные вещи которые я вижу в этой версии довольно часто нам сказали что 25 числа вроде как случится некий патч который подправит там графические локализационные другие недостатки это ноль дэй на этом патч еще даже не дано льдэ и потому что он льдэ игра не вышла еще но патч будет точно потому что он заявлен уже да потому что здесь вот я ну во первых действительно с локализацией есть проблемы даже если не обращать внимание там на некоторые мисс мисс касты в озвучке например у меня главный герой к одной из героинь обращался в мужском роде такое встречается здесь причем с озвучкой все такое вот но так как раз вот сейчас произошло так называемое зависание как видите все остановились кроме нашего героя потому что ну вот у него он вот потрогал дружище своего и это тоже оттаял да а что он может вот так вот делать трогал а в жильке можешь двигать нет пульки трассера вот вижу трассеры сейчас попробую кстати как как я точно знаю что там книжки всякие которые пули нет пули не могу а вот там а пушку у него забрать на пушку забрал то есть если ты посмотри что они все стоят без пушек без пушек а то есть вот сейчас даже специально покажу я доволен их всех пушек там огонь огонь таков талф S1 вовы этой мне я ist ли я понимаю понимаю в немая нет они стоят без пушек действительно и в принципе тут довольно прикольно вот эти все фишки со временем сделанных я не буду сильно торопиться вперед потому что на самом деле нам не так то много можно показать не очень много когда все вот увидел что без пушек так что давай бегай показывай мне интересно очень хочу поиграть ну да процент начали там начали там прав ну про то что книжки можно еще двигать какие то куда книжки там можно двигать всякое такое там очень прикольно когда вот в зависании начинают происходить битва то что в какой то а я не знаю могу сказать в общем когда ты убиваешь людей они тоже так знаешь останавливались то есть не падают на землю а замира понятно но прикольно в том виде с которым они оставались да ну и у нас скоро появится вот возможность манипулировать со временем причем не совсем скажем так привычно мы как-то привыкли что манипуляции со временем они все сводятся к тому что мы либо замедляем время как макс пэйни либо отматываем он назад как в принципе версии здесь мы скажем так в некотором пространстве можем менять течение времени то есть у нас будут скиллы я просто не помню какие скиллы появляются в первом акте а какие дальше но точно вот здесь например будет сфера который я могу стрельнуть в сторону врага и он остановится враг замрет в этой сфере на какое-то время я могу там в него пулек настрелять и когда он оттает эти пульки все в него попадут и убьют тут полетели вопросы со всей силы ну я буду ответить на что да в общем первое и самое главное игра называется quantum break просто народ дошел но сейчас но повторили изначально игра quantum break разработчик remedy interactive который сделали макс пэйн 1 макс пэйн 2 и прочие клевые вещи алан вейк и так далее игра про время про замедление времени про его остановку точнее про всякие вот эти штуки мы пока играем на xbox one процент игра еще не вышла выйдет она на 5 до 5 апреля вот но мы клевые классные нам дали игру заранее мы показываем то что можно показать по и рассказываем дургам да и то что можно рассказать вот здесь на доске отсылка к алану вейку собственно надпись алан вейк потому что весь слор может быть да я не не вчитывался особо но но в принципе это довольно таки узнаваемый подчерк рэмоди они любят там оставлять какие-то иди небольшие отсылочки вот эти вот этот эффект мне вот мне кажется в игре надо пофиксить потому что во первых тут иногда свет очень странно себя ведет как будто джей джей абрамс снимал то есть яркие вспышки вот яркие вспышки причем они вот даже там где их быть не должно сейчас можно видеть как у меня ухо главного героя светится хотя вот этого быть не должно и вот в какие-то моменты вы сейчас видите экран прям белым сильно становится ну понятное дело что если ты смотришь в лампу у тебя становится пересвет но в некоторые моменты это настолько вот сейчас было вот эпилептики вот как вам вот этот эффект сейчас был в ухе у него нет не в ухе там дальше будет сейчас ты увидишь момент там вот прям просто резко экран становится белым на долю секунды вот мне кажется надо по понизить будет процент разработчикам этот эффект потому что ну я понимаю зачем он сделан но он пускай будет не такой насыщенный потому что но это же ужас просто я думаю может быть там было дальше раскрывается ну не знаю нет и не рао царова это именно эффекты явно который сделан эйджак таким которым он есть будет процент подряд что спрашивает про то как стреляется но то есть на геймплейных роликах говорят и вот но стримы видео игра внук где же вопрос был в общем короче интереснее ли игра чем смотреть я не знаю как его смотреть потому что я не смотрел но скажу так игра действительно интересно то есть на удивление я для себя обнаружил что я пользуюсь всеми вот этими фишками которые мне даны то есть я там и время пытаюсь остановить там противников и там щит вокруг себя создаю и остальными там вещами пользуюсь которые тут есть это прям действительно как-то добавляет такого разнообразия стрельбу но как мне покажется на самом деле игра довольно легкой становится от этого я пока играл я прошел где-то больше половины я умер там один или два раза всего поэтому если вы хотите там получить челлендж я думаю надо включать максимальную сложность потому что в эти все возможности манипуляции со временем они как-то ну слишком читерным тебя делать хотя не знаю может там в конце потом будет очень сложные враги которые будут сложно ну вот в связи с этим прям сразу кстати вопрос такой в тему вот ты прошел уже ведь почти все ну больше половины да больше половины не надоело ли вот использовать эффект этот и но можешь ли ты его когда ты хочешь как бы использовать не знаю можно ли это говорить тоже что значит и какой эффект ну вот но не эффект а вот это вот провал время не остановка его как а ну во время обычных как бы этапов когда ты ни с кем не стреляешься ну как бы те какой смысл его использовать то есть вот сейчас я практически везде можешь ну да то есть и как только начинается там выстрелы все у тебя сразу активируются все твои способности ради бога делай как хочешь вот там есть моменты когда перебью подожди тут бомбит чуваки с донатами ситуация такая я то что вижу на экране я могу читать но не могу зайти в донатилку я с другого компа мой комп умер а я не могу увидеть донаты внутри ну донешна лёрдса поэтому к сожалению только то что увижу здесь но я поскольку говорю я да но не отвлекаюсь так выйдет простите ничего не могу с этим поделать комп приказал долго жить на данный момент ну то есть вот как бы я вот сейчас как раз получил первую свою способность я могу во врагов вот такой пускать такую сферу и они внутри этой сферы все замирают ну и собственно это один из возможных вариантов возможных скиллов которые у нас будут так на пока перестрелка так что можешь почитать да хорошо вот как раз читаю просто быстро очень а если в игре платформинг фитбуль спрашивает есть платформинг есть тут кстати я сейчас взял и умер в подтверждение своих слов что игра слишком легкая но это нормально это молодец да нет донатить вы все равно можете со всей силы просто пишите текст наверное побольше я его точно увижу тогда на экране так что не переживайте ооо будет ли он был совершен четыре я не знаю но я думаю не информации я тоже думаю что нет ооо на комп и на бокс уход в одно время насколько я помню ну заявлено по крайней мере да процент ситрэш спрашивает вопросом был несколько другой не надоело ли вас использует разнообразие способности к середине игры все эти счеты и прочее что он говорил нет вот 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 я говорю на удивление я пользуюсь всем то есть бывает так что в игре это чем-то забываясь стрельба интересная билки нужны до вот но вот вот честно просто калнувейка возвращаясь я очень много видел отзывов о том что он наскучивает я не понял в каком месте мне аланвейк очень понравился время то есть беготня вот разве что утомлял но все эти перестрелки и ну как это называется геймплей перестрелки то что ты должен фонарем посетить потом стрелять вот наверное вот эта самая механика чуть напрягала но опять же были флайеры были там всякие горящие штуки забегание в дом там метафизика и прочие радости и поэтому на мне встал действительно казалось интересным я на родину из тех людей которые все игры рэмди любит вообще поэтому я с неистовой силой прям хочу поиграть в этом ну вот аланвейк я кстати тоже мне он в какой-то момент наскучил я даже не допрошел ну вот вот таких людей как ты довольно много я так не знаю вот не знаю я прошел и причем дополнение но которые к нему вышло но прям в разы еще было и которая этот писатель или как он там называлось писателя а потом nightmare который нет это не дополнение это другая игра так как было еще длс там какое-то типа не написать этот длс понятный длс там чуть-ка сюжет дополняет не определенная которая крест не спрашивая как это не заинтересованным что это обновил суток не соперников я бы это назвал пенок но геймплей то ведь тот же остался но она как бы по по разнообразия американская да если в игре музыка поясов пол международные счетчий слышал кстати по моему по моему нет ну кстати я не помню о волневых и была музыка они там была да 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 там же это не вор надо кстати погуглить не знаю может может она где то есть у нас просто для стрима тут есть отдельная прям настройка называется отключить музыку защищенную авторскими правами клево то есть ты можешь его выключить тогда во время игры у тебя не было время трансляции не будет музыки запрещенной трансляции собственно шаг да за если кто нибудь дико нагуглит короче ну этот саундтрек посмотрите есть ли там поясов пол или нет вот тут как раз спросили донатом действительно ли игра в 720p ну игра-то в 1080p конечно пи но она по моему апске ну апскеил действительно есть то есть я думаю вы сами это могли заметить сейчас по трансляции что когда герой идет у него очень такая ну вот вокруг головы например видно я не знаю как это назвать ну вот вот замыленность что удивительно но к этому разрешению опять прикапываться но не я не могу не я не про тебя я про людей про то что эти субботы я как главный слепой игра фонщик говорю что пофигу вот вообще абсолютно интересно было а остальное все наплевать ну и я не знаю там она же если одновременно комп выходит на компет наверно будет на компе я думаю да ну вот я говорю все все кто сейчас тут пишет про графон наверняка и на компе не смогут даже в 720p играть как это обычно бывает ну ладно вот кстати вторая моя способность которую мне сейчас пока это хроноуворот то есть я могу очень быстро перемещаться по пространству то есть буквально не ртуть ли ты часом да вот почти как ртуть и и и это прикольно то есть вот ко мне гранату кинули я такой а у меня не восстановился че то время не работает этот скилл а вот заработал работай но я же я же должен уже бегать активные нажимают лб ну чушь какая то подожди сейчас контрольную точку перезагружу какая то фигня поломалась поломалась да я не могу бегать быстро а уже в этом моменте по моему должен может еще нет может надо было вот этого парня убить с пулеметом дикого или это как раз да вроде бы уже тебе вот сейчас представляют вроде справа уже появилась она нажмите лб ну все я могу прыгать все какие варианты сложности вообще есть в игре на что влияют ладно я пока убью тогда потом ее испытаю пропала что значит варианты сложности но сложность легкой там есть можно можно настройках сложность менять да можно ты пробовал на что то влияет я подозреваю что на сложность она влияет я имею ввиду там типа враги и просто более жирных странами я на норме прохожу проходилы целом наверняка кодцы сильнее бьешь слабее свободно отметили бы он еще раз я не проверял так специально прям насколько они умные но в целом пытаются там обходить заходить гранаты используют тоже как в полу час работал все работа уже мальчик ну все мы его чисел вроде заработала я не знаю почему она не хотела в начале работ видимо заревая видимо заряжалась после того броска сюжет но хотя попала вот этому но у него сейчас увидел да вот вот серебряный серфер плюс рубку да потом там он ты можешь еще прокачивать эти все силы он руками умеет драться пока что но пока что нет потом а потом умеет ну это как делать демонстрация была знаешь когда вот он там бежит ну в роли когда живота он бежит в замедлении прям так оплеуху наносит да это это будет понял ну то есть это не врали про это я могу сказать вроде бы это это показывали в трейлерах не сточки до спойлер не сточки до спойлер переброска уже идет а мы тут копаемся переброска вот что еще у нас спрашивают пишут всем ковер очень понравился ковер? да вот там был в комнате ковер классный на полу всем понравился ковер можно мне тогда сэлфи на его фоне сделать прилечь так наверное тогда немного прилечь но тут нельзя прилечь это все таки стрелять только именно в боевых сценах можно в простое он оружие с собой не таскает да? да нет почему таскает вот пожалуйста таскает можно стрелять в кому нибудь в окно ну можно вот пожалуйста боевой сцены нет я стреляю где ковер я хочу тоже увидеть ковер последний враг кстати падает слоу мода да макс пейн ну да эй это есть one love кто-то задрал кто-то в коментах с какими-то подворотами о чем речь вообще не понимаю у него штаны с подворотами ну и ладно а что такое ну это типа проблемы с этим ну и да у людей а ясно я просто вообще не знаю я не понял сайт тоже читаю просто сайт сейчас я обновлю сейчас у меня немножко обновилась эта сила упрыгивания она после этого после того как я сделал прыжок я могу нажать кнопку прицеливания у меня персонаж автоматически наведется на ближайшего противника и чуть-чуть на короткое время время затормозиться то есть даст тебе скажем так преимущество то есть ты отбегаешь врага хоп прицелился пострелял по нему ушел я не могу в спрашивают насколько захватающий сюжет на сайте вопрос вообще как ты проникся следишь за сюжетом то есть он основополагающая такая движуха Вот для меня, например, в Макс Пене во втором сюжет был прям основополагающей, на самом деле, штука. А то, что там еще интересно стрелять, просто возвело игру. Ну, скажем так, я не без интереса слежу за тем, что происходит. Еще понравилось то, что вот сериал, который мы сегодня одну серию покажем, он рассказывает про параллельно идущие, можно сказать, события. То есть там другие персонажи появляются, которых нету. В той же вселенной, да? Да. Ну, то есть там и те, которые есть, и те, которых нету, появляются. И там некоторые сцены очень прикольно перекликаются с основной игрой, то есть мы это даже сегодня заметим. В какой-то момент там будет, скажем так, нам покажут действия с другой стороны. Кстати, хороший вопрос вот задали. Ты можешь замедление на себя бросить в ноги, чтобы пули врагов замедлились, если в тебя не попали? И же в них швыряешься. Для этого будет щит потом. А, ну а вообще физически. Ну вот давай я сейчас проверю, хорошо. Сейчас же стрель будут как-нибудь очень веселые. Что-то враг даже не стреляет в этот момент. На самом деле вон тоник правильно пишет по поводу света в целом. Ну, то есть цвет лицо и вот эти вот все вещи, это фишка Remedy, потому что в Олмвыке был все то же самый, свет слепят. Ну, то есть у них так было. Ну, просто понимаешь, здесь он как-то вот... Ну, кстати, вот... Ну, походу, пули останавливаются, да, они в себя не повалят, потому что штука, как щит примерно сейчас погибло. Ну, почти, да. Вот, понимаешь, просто дело в том, я не против того, чтобы свет светил, но когда вот он появляется так на долю секунды, это реально, ну, просто глазам неприятно становится. Ну, понятно. Ну, ты видел, как оно мигало. Если не видел, то народ, как минимум, видел. Стрельба от бедра, спрашиваю, есть? Нету. Нету, да? Да, я, кстати, на этом несколько раз попался. То есть если ты просто нажимаешь правый триггер, ты не стреляешь. Понятно. Хотя у тебя есть прицел, что забавно. Ну, то есть это, видимо, для способности сделано, чтобы их там кидать в нужный момент. Потому что их там можно кидать в любой момент. Вот, но стрелять можно только прицелившись. И это иногда, скажем так, было немного фатальным для меня. Вот тут я, Оливеро Ро, явно твой фанат. Есть ли коллективов? Есть, конечно. Вот, пожар. А, ну, это пистолет сейчас. Ну, как бы они так же отмечены. В принципе, там ты собираешь... Их даже несколько видов. Там можно собирать всякие данные. Можно собирать, короче... Вот я, правда, не совсем понял. Там написано, собирайте квантовые волны или что-то типа того, чтобы открыть дополнительные эпизоды сериала. И я там вот... Некоторые места, они как бы отмечаются, как будто ты нашел вот эту квантовую, не квантовую волну какую-то. То есть, например, там исправил формулу. Вот вы видели там в самом начале. Мы подошли к доске и поправили формулу. И вот это типа вот эта квантовая волна, не волна. И она якобы должна какое-то влияние оказать. Но я что-то не заметил этого. Может быть, это дальше будет. Где-нибудь там всплывет. А может, просто я там недостаточно внимательно это пропустил. Вот. Но коллектаблсы есть, да. Плюс есть еще и коллектаблсы на прокачку. Ей, вела. Так. Значит. С физикой, как дела с физикой разрушаемости объектов, спрашивает Колян-26. Ну, то есть, типа, рушится ли обшивка, штукатурочка там какая-нибудь. Ну, вот про взаимодействие с объектами. Сейчас спрашиваю сюда же вопрос. Типа, как Макс Пенни когда-то там прыгал замедленно, мы двигал всякие бочки головой. Ну, вот я могу двигать всякую... Бонусы двигаются, да? Всякую чушь, да, я могу двигать. Ну, валами тоже так было. Надлетает ли всякое это... Не знаю, я просто не совсем уделяю внимания такому... Ну, люди, мы видим, что им сейчас все интересно. Да, я понимаю, но мы сейчас давайте постреляем, попробуем. Так. Где-нибудь, что-нибудь... Должен быть другой вход. Пострелять по... А, ну, кстати, колонны, если мы сейчас под ним постреляем, посмотрим. Ну, вот, на самом деле, Вася и другие господа говорят, что графон, на самом деле, когда играешь на телеке, очень даже бодро выглядит. Но ничего не могу сказать лично от себя. Ну, он, знаешь, он такой немного... Я бы даже сказал, странный. То есть в некоторые моменты, особенно когда крупные планы какие-то идут, там, персонажей, да, он прям очень хорошо выглядит. Прям вот мимика, там, вот это все передается прям замечательно. А вот иногда, особенно там ярким днем, ну, такое чувство, что, ну, играешь что-то немного с прошлого поколения, создается. Но не критично, я бы сказал. Я... У меня просто, в принципе-то, глаза довольно привычные ко всякому разному. Инди. Не, ну не к инди все-то. Я понял, ладно. Бобойся бога. Шутую. Вот я сейчас, кстати, использовал свои вот эти временные штуки для решения, условно говоря, задачки, как раз платформы, которые спрашивали, я затормозил вот эту вот тележку, не тележку, как это назвать, подъемник вот этот, точнее. Затормозил, чтобы он быстро не опустился, чтобы я мог перепрыгнуть. Добавили немного этого. Инфеймос, я смотрю, чуть-чуть. Ну, да, чуть-чуть. Молодежненького. Объясни людям, ну, вообще тем, кто дошел позже, и вообще в целом, зачем игре сериал. Ну, вот, собственно, для того, чтобы показать нам события с другого ракурса. Сериал в основном посвящен не главному герою, а, можно так сказать, главному злодею. Ну, именно главной вот этой злодейской организации Монарх, которая вот это все замутила. То есть, там про персонажей, которые работают на Монарх, там про события связанные, ну, которые устраивает эта вот организация. Там у них тоже есть там свои, скажем так, люди, которые не согласны с движением, скажем так, как сказать, с дорогой избранной. Да, 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 и они там всячески... Ну, вы сейчас, как бы, в первой серии это увидите. Ну, сколько всего актов серии там. Я не знаю, можем ли мы говорить это, сколько всего. Я тоже не знаю. Ну, ладно. Да я толком не знаю пока, потому что я недопрошел, там, непонятно, сколько есть будет, поэтому, сорян. Не сегодня. Да, кстати, не видел Сэм Лэйк? Видел. Есть, да, он тут. Да, он есть. Ну, собственно, вот это, помнишь, пасхалку-то они снимали. А, это вот она здесь. Она есть, да. Ну, да, там сериал такой, очень напоминает секретные материалы. Ну, понятно. Вот, но я, к сожалению, не могу ее показать, потому что она в самой первой там части, нельзя ее показывать. Ну, ладно. Но есть эта пасхалка, да. Почему раньше другого героя показывали, его сменили? Какого героя другого? Я не знаю, я читаю с комментариев, я не понял вопрос. Ну, типа, два героя было в начале. Ты все время играешь этим и тем же, вторым ты не играешь, да? Да, не, подожди, играешь. Мы это как раз увидим. Мы в какой-то момент, в момент играем за злодея. Это вот будет буквально в конце вот этой главы. Как насчет вот этих вот всех разнообразий, кроме стрельбы, ну, какой процент, примерно, соотношение? Ох, процент. Ну, там не процент, просто, ну, на глаз. Ну, я понимаю о чем-то, то есть сколько тут платформинга, сколько тут стрельбы, да? Ну, типа того, да. Ну, если честно, даже где-то, может быть, чуть ли не 50 на 50. То есть, здесь стрельба, она не, ну, ты не чувствуешь, что она прям постоянно есть. Иногда бывают этапы без стрельбы, иногда бывают этапы чисто платформинг. То есть, понятно. Тут есть в этом плане разнообразие. То есть, есть там, словно, моменты, когда даже стрельбы ума восстановится. Да, тут пишут про смены главного героя, да, все так. Сначала, ну, вот, насколько я помню, сначала вообще был какой-то собирательный образ, потом они позвали какого-то актера левого, который в итоге здесь таксист, как я понял. Я видел скриншотик, я не знаю, ну, вряд ли это там какие-то спойлеры или что-то уж. Вот, то есть, тот, кто был главным героем изначально, он теперь просто, ну, таксистик такой. То есть, вот, и позвали реальных актеров. Ну, типа, оставили, дай, ему роль небольшую. Наверное, обидно, безумно, я думаю. Ну, не знаю, может быть, но видишь, значит, оно там нужно было. Ну, то есть, не то, что оно там нужно было, но, ну, все-таки актеры... Да нет, ну, понятное дело, что известный актер, а он все-таки тут все известные довольно актеры на главном ролях, они все-таки получше, чем в относительном ноунейме. Хеверейн это показал. Не, ну, в Хеверейне заодно здорово. Не, я не спорю, да, но как бы, если бы там были еще... Буду ли я сам лично проходить игру? Да, обязательно, как только выйдет. Я заранее не буду сейчас играть, я подожду. Релиза, так скажем. На боксе будешь играть, кстати? Или на... Хотя с компом у тебя сейчас непонятно. Все, у меня компа вообще сейчас нет, я не знаю пока, что делать с этим, не сыпь соль на рану. Окей, окей, хорошо. Вот. Кстати, к слову о компах и боксуане, ну, типа, игра... Вот я на сайт зашел, тут... Симаэргель. Да, да. Симаэргул, наверное, какой-нибудь. Ну, в общем, короче, спрашивает, если бы игра была... Ну, теперь уже, если бы игра была чистить эксклюзион для Xbox One, стал бы ты ради нее брать его? Я, наверное, все-таки нет. Хотя... Я даже не знаю, что я тогда вообще брал. Ну, собственно, я то хочу сказать. Я, на самом деле, изначально брал вот для как раз вот этого. Ну, для Квантума и, там, ну, Форзе, условно. Форзе даже? Ничего себе. Да, ну, мне гоночек. Мне Форзе всегда нравилось. Какой? Ну, Хорайзен или... Хорайзен. А. Ну, вообще, я Райзе шестой брал сначала, но в итоге Хорайзен мне гораздо больше понравился. Ну, да. Может, пятый тогда? Пятый, конечно. Пятый. Ну, пятый. Ну, да. Хорайзен мне, в итоге, она гораздо больше. Ну, да. Хорайзен, она и ей есть лучше. Ну, она просто... Да. Она просто более... Она просто безбашенная такая. Да, веселая. Я поэтому тоже такой. В общем... В общем, не знаем, ответ на этот вопрос он сложный. Теперь, да, и у плодерцев компов есть возможность. Лишь бы мощности компа хватало. Ну, да. Но еще неизвестно, как она будет идти все-таки на компе. Ну, да. И все-таки Windows 10, я думаю, многих еще и остановят. Потому что не у всех есть, и не все хотят. Это тоже. Вот. Ну, собственно, вот тот вопрос спрашивали, типа, зачем выпустим на Windows? Ну, по-моему, ответ очевиден, они раскачивают вот эту идею с объединением платформ. На самом деле, я так думаю, что проблема в том, что ну, бокс продается, ну, условно говоря, средненько. И на Windows 10 народ не так активно переходит. Переходят. Ну, да, они, видимо, решили сделать... Или то прокачать, или то. Ну, и видишь, что новость была про то, что они объединят как бы, ну, мощности, как это правильно называется. Ну, типа, кроссплатформенный вот этот вот геймплейчик будет. Угу. Сейчас мне что-то... что-то мне произошло. У меня рекламка как-то. Ну, а как было, и давно ты в курсе? Ну, вот. ооо сейчас начать отмечать данные не читает как это то что погрешно число читает очень много комментов то две тысячи с лишним человек вот комменты не забудет писаться кстати да кстати лао лайк бесплатно поставьте а то чё уж негоже 3 миллиона кстати просмотров как отметили давайте можно до 30 тысяч лайков то доберется ну когда нибудь возможно ну и кстати на самом деле я вот сейчас прошел третий третью часть первого акта это по факту ну конец почти первого акта который нам можно показывать нет там сейчас еще будет тоже геймплейный кусочек небольшой и потом сериал ну окей а сериал сколько идет 30 минут да ладно серьезно обалдеть а сколько серий я сказал во первых не могу не могу не понять во вторых не знаю могу ли говорить я понял но это как бы нормальные такие серии то есть это не перебивочки там по семь минут это реально серия то есть ну не полноценный тв формат то есть 30 минут это так обычно тв формат либо 20 минут либо 40 минут ну вот тут вот такая тридцатка нормально я не засекал как бы лично но по ощущениям я не короткий это был ты первый эксперимент либо мы будем работать вот кстати как раз появился мизинец я сделал устройство я так видел что чат этому рад да зима близко всем порадом по все так хуже не будет надо будет и поэтому нельзя что ты мне мешал мне никакой инфы про покупку ремиди microsoft вообще не было я не думаю что это так не знаю они просто сотрудничают просто да плотность сотрудничества так же как а я не помню ладно не буду врать то я просто не знаю но те доктора их сони купили или нет по моему нет да нет не помню хотя не знаю вообще нет не буду врать на всякий случай но собственно он как раз главный злодей за которого мы даже немножко будем сейчас играть ты не пройдешь там между ними интересны скажем таки есть взаимосвязи но характер от как прописаны я хоть не келебра но в целом ну в целом как бы вот у злодея мне кажется даже получше чем у героя можно сказать он прописан как то более так а я думаю что музыка не играет во время эндо факт 1 а я же отключил возможность играть музыки музыка довольно прикольненькая всем понравилось слушаю ну ну ты не пройдешь сейчас взорвался мроза да я вижу вот и есть тут такие штуки как развилки в какой-то момент ну я даже скажу конкретно в какой после конца каждого акта нам разрешают ну там появляется некая скажем так ситуация из которой есть возможно некоторые возможные выходы и мы должны решить по какому ну что мы предпримем и что и какие то последствия окажут на дальнейшее развитие сюжета тут тоник вот как раз говорит выбери левую пожалуйста левую в смысле что ну концовку развилку я выберу ту которую я не выбирал чтоб рассказать что изменилось вот так вот давайте ну окей просто видимо народ как раз смотрел там наверно в другом стриме но я смотрю что все говорят убей свидетеля значит я должен выбрать то что надо ну понятно потому что как бы ситуация в том что ну как ты видел осада была на университет на этот да монархом там всех людей похватали там активисты поставали вот и кстати негр из сериала грань если я не путаю у нас на экране с такой очень характерной для него тоже характерным поведением и мимикой вот и нам надо решить что как зачищать следы в итоге либо мы запускаем пиар компанию понимаешь и скажем так всех собак пускаем на нашего главного героя что он во всем виноват случившимся либо мы устраняем всех свидетелей то есть именно убиваем я подозреваю что все действительно всегда выбирали что типа запускаем пиар компанию даже я выбрал пиар компанию я все таки пытался сделать злодея несколько более скажем так человечным вот но сейчас мы убьем да свидетелей хорошо или я могу из народа подготовленных шоу да но они видят что вы спорим но понятно что как так что клёво кстати варка синг актеров прям вообще мне тоже радует вот здесь комментариях народ но он тоже пишет что классно решение люди расценят как стратегии действий когда я видел этого не игра в грани по моему это он да я как обычно по моя память и хуже моей памяти на имена только моя память на лица но вроде это он по крайней мере его где-то видела эми феррара одна из свидетелей ждем ваших указаний ну и вот собственно выбор что мне сделать причем нам даже показывают сразу последствия то есть поскольку злодей он тоже имеет возможность манипулировать со временем он видит будущее частично и он может определить на что повлияет его выбор я сейчас покажу оба варианта там можно просмотреть но выбрать потом можно какой-то один конкретный то есть если мы запускаем пиар-компанию там получает то все пятое десятое если убиваем будет так то так то так то и убедит людей встать на нашу сторону мы получим когда концовочка когда а вот как раз она я понял об актера из прослушки ну может быть да я прослушку все пытался пытался посмотреть но так у меня не вышло прослушку посмотреть до конца у меня тоже четверо как у меня я первый сезон даже астасии ул я нет я сидел в этом сезоне в какой момент даже начал нравиться но он видимо такой значимый время его немножечко так себе не пощадил вот и можно посмотреть второй вариант как действует по жестко но за нашему плану должны быть устранены народ загадает откуда черный парень прибавить игру прости все фирмы фу все фильмы уже перебрали но мне не впервые было принимать тяжелое решение ради высшего блага прибавил игру пожалуйста я тут порылся и собрал что мог о твоем братьяне вот черти что а жители риверпорта ополчаться против нас но так народ пишет что многим нравится то что они видят мы заканчиваем то что они видят в принципе ну и грунт а я не смотрю блин понятно хорошая экшен стрельба пил пил мне он хочу поиграть в общем слово чтобы вы понимали макс пейн это наверное моя вторая любимая игра так ну что значит все просят убить да да давай а ты до этого не убивал нет я не убивал ну вот можешь рассказать что изменилось но вот сейчас я постараюсь вспомнить через любые угрозы нашему плану должны быть устранены давайте смотреть отведите ее и остальных в эпицентр очень кстати забавно сейчас будет смотреть на то как актеры актеры герои которых ты видишь в 3d исполнении скажем так превратятся в реальных актеров во время сериала а здесь плавный переход не но он не плавный но как бы ты вот сейчас смотришь да вот видишь вот этих всех все эти модельки я пойду через машину а потом и и и они превращаются в людей настоящих живых мои способности поведут нас помогут решить как подготовиться к неизбежному концу времени сериал изменится в зависимости от выбора по идее должен некоторых будет шанс но сейчас как раз я пья я посмотрю как человек который видел и начало видел тот вариант вот сообщество выбралось 28 процентов сообщества решила убить свидетельницы но то он из какого сообщества выбирать и кто уже так сделал кто дошел на листах типа ну да 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 я понял ну и вот собственно начинается серия вот как раз видишь идет вверху буферизация контента то есть у меня такое ощущение что загружает это это видео откуда то ну и я могу отложить геймпад минут на 30 и мы можем не знаю поговорить про сериал вообще в принципе ну типа народ же сейчас будет кричать дайте посмотреть наверное я просто не знаю ну мы что 30 минут молчать будем ну да я просто есть субтитры читайте читайте если что то я так буду тоже смотреть в полглаза и определять что изменилось что вам нужно ну собственно уже по моему нет пока вроде все так же я просто не помню была ли она избита или нет но ощущение что чуть поменялось ладно так видишь тихо двоих джент давайте поотвечаем на вопросы так так а то что так да графон хорош все выстрелить тебе в голову так так вы комментируете но слушать не мешается но да это очень весело интересно как это нет молчать мы не будем ребят все кто хочет так если вы хотите но вы можете найти выложить если вам интересно Мы все-таки стримимим для того, чтобы показывал Во-первых, нельзя нам показывать игру без своих комментариев По НДА, если что Так что даже в таком смысле мы не будем Не, ребят, мы не будем, короче, молчать, серьезно Вон, Вась, донаты глянь пока все, чтобы переслали Слушай, вот это нихрена себе Мне кажется, надо будет пройти игру два раза Почему? Потому что он реально ее убил Ага, клево Она как бы даже в игре принимает участие Да, я понял, клево Если там вдруг что-то не случится, то я даже придется второй раз проходить С этими, с альтернативными выборами Потому что он вроде как ее пристрелил Так что ты сказал, донаты посмотреть? Да, посмотри, народ там просит Хорошо, хорошо, сейчас посмотрю Так, сейчас Так, это вчерашние кинологи Спасибо, Леониду за репортаж и ураки Лебра не будет, шучу Но это экстрим, пиахой игрок Леня давно Зрел вопрос, ты ездишь на какие-нибудь фестивали вроде нашествия, это вопрос Если да, то на какие планируешь в этом году? Ну на Open Air я не езжу, слишком дискомфортно для меня, я уже старт для этого дерьма, я на концертах хожу Вот хочу сейчас ходить на этот, на стадион, то как он называется, господи, у нас открытие арена, там эти вот, Red Hot Chili Peppers и Spline Что с херня, почему реклама все время вылезает, откуда она? Не знаю, может кто-то из наших запускает ее, ее можно запустить Блин, если кто-то это запускает, то пусть он этого не делает, пожалуйста Ну еще, Леня, спасибо за репортаж, Леня, нормальный микрофон, репортаж, сбись Это от Таредан и от Доброжелателя Ну и, собственно, про Николая Ковачевича Санесли на репорт Да, спасибо Да, если вы вдруг не смотрели мой ошеломительный, умомрачительный репортаж про киберспорт, то на ютубе он уже есть, на сайте он будет ночью Да Какая качественная графика, прям как настоящая Ну, кстати, буферизация довольно часто у меня вылезает, то есть, хоп, такая серия останавливается и что-то догружает, как ютуб у меня раньше работал прям Вот, поэтому у меня как бы состоится впечатление, что оно действительно его подгружает Ну, особенно, учитывая, что сейчас идет стрим, тут как бы может возникать такое Вот, ну, то есть, в целом, сериал идет, конечно, по... По-похожему, я так смотрю, маршруту Но, все-таки, ну, вот я заметил уже довольно сильные изменения Клево, то есть, прям реально, да? Ну, я не знаю, как это потом на саму игру окажет влияние, вдруг тут что-нибудь сейчас, знаешь, как обычно любят Возьмут там как-нибудь оживят или еще что-нибудь типа того, но вот этого я не знаю Но я проверю, конечно Кстати, субтитры быстрее голоса идут, действительно, я не знаю, почему в сериале вот конкретно... Причем, по-моему, в первой серии, во второй такого уже нету И, собственно, главное, они неотключаемые в сериале Я потому что играю так-то без субтитров, а в сериале они все равно появляются Теперь мы пишем мэру Рекли, что монарх предлагает ему собственный штат охраны Она пауза говорит, можно поставить сериал? Можно, да, конечно Пожалуйста, поставил Можно пропустить, там можно подмотать Вот так, Бреннер, мы отдаем весь ридер-борд в руки монарху Охрененно Вот, что там у нас пока спрашивают Много ли в игре вау-моментов? Ну, типа таких, типа... Есть, скажем так, очень захватывающие действительно какие-то моменты Я, ну... Блин, я не знаю, могу ли говорить просто Что у нас по-клему? Ну, там, Редклифт там Что? Какое Редклифт? Нет, просто игра зави... Зависла этот... Ну, остановил, запаузил сериал, он реально... А, вот эта кнопка, эта субтитры, все понятно, значит, можно отключить сорянный не знал спасибо однако можно свинить на ходу это был на ходу но я думаю уверен нечаще могу только пропустить сериал в год пишет озвучка норм вроде кто то говорит что она отвратительна не знаю пускай денис решает я играю с русской озвучкой мне нормально в целом но то звучит вроде сменить может год говорит стоп геймеру нет поверь стандартный вопрос кого озвучил тройбекер я до титров не дошел моментов с мостом и кораблем ну с кораблем да там есть момент но он и покажется в том ролике было но в трейлере но тут говоришь что тратить детской что не было ангар аркаде это лога прониклик короче если что можно включить и английскую озвучку и ради бога на работе столько всего доводилось я просто пускай норм ток с субтитрами проблем но тут не знаю в первой серии снижение стране я смотрю комменты просто народ мнением друг другом пока делится и всяко что сериал скипнуть нельзя ну то есть мы можем скипнуть сериал но дальше мы видим выключить просто все мы больше не можем что показать да нам по эмбарго дальше нельзя он ничего показывать к сожалению так что дальше мы сможем показать только после 28 до 25 года после 28 вроде 100 по словам там тоже можно показать еще две главы жарко еще два нет две главы и они акты главы да две главы второго акта да 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 то есть еще компонентом начался наверно ну да около того там не сколько всего продолжительность по твоим ощущениям ол ну по моим ощущениям часов наверно то есть если считать сериал а щели сериал и что надо считать все таки потому что ну да он он просто так сюда забилен вот причем там даже бюджет так нормально видно особенно в дальнейших сериях то ну где то половину я прошел часов за пять наверное ну то есть она такая не слишком короткая ну то есть естественно я там ходил там локацию осматривал там что-нибудь пытался делать там проверять и так далее естественно если там бежать прям на проповую не искать там все секретики то ну может она часов сеть будет но все равно как бы более нормально слушая идея такая появилась может быть реально скипанешь и давай еще раз концовку но он был сделаешь другую убью у него на результат то будет виден только как раз в сериале ну что но в сериале там до конца надо смотреть не нужно вначале и в самом минуте вот такие я могу это пик просто но на самом деле я отчета это уже приунываю в плане того что тридцать часов в тридцать минут показывать скинцок от на фоне которому реально разговариваем июю но но как бы я сейчас просто сделаю другую этот ну ладно еще пятнадцать минут поиграешь но и китая таки это даже не пятнадцатый развилку для можно включить альфа но все уже поздно можно проскиплить ну давай да народ тут и поставьте нет нет да ну ладно ребят ну давай я покажу просто требовавшийся саму развилку опять не так геймплейт на сколько в итоге что и чего самой игры на сколько да 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 скипнуть не знаю я же не прошел до конца пока но не знаю вот сложно сложно вопрос пока что 17 лет назад я знавал монарх solutions да не все нормально мне показалось что какой то момент как будто я ненужный включил но вроде все нормально просто когда выбираешь через эту через выбор глав подумал мало ли что то не то вот нам же интересно все говорят что зря выключили но там вроде мотать можно серию так что можем посмотреть изменения и промотать до того момента где остановились музыку в конце акта я не включу я ее специально выключил на данном этапе заминки недопустимы пропал я вижу два момента нет все нормально можно устранить свидетель что но в этом случае не было пока выгрузится люди могут ополчиться против монарха да ладно успокойтесь вы господи или я могу посмотреть в одну серию компанию привлечь горожан на нашу сторону но в этом случае графах уже стало не хуже стало она прогружается решать тебе но помни твое решение люди расценят как стратегию действий всей компании в россии сети пригласили на озвучку ты бы в качестве зарплаты взял пиццу или шаурму да я и так озвучиваю за пиццу или шаурму но наверно все таки пиццу шаурму я как то у нас просто и так активно не продают на каждом углу поэтому нас коридем ваши указания с усилением хроносиндрома росли и мои способности я мог вылить движоку рэмэди да да вроде всегда они свой использовали обязан был выбрать время застывало до тех пор обязательно смотреть сериал для понимания сюжета да и в принципе хороший ли сериал сериал но все таки его надо смотреть совместно с игрой потому что так он там не совсем очевидны будут некоторые вещи которые происходят но играть без сериала в целом можно конечно но как бы не все моменты ты будешь понимать там внизу кто-то крадется не знаю у нас тут еще один человек играл в игру немного он сказал что сериал очень крутой как обычно в общем значит будет поиграя которые наверняка станутся советы и плохие оценки наверняка узнайте очень хорошие но так они не разделят так же как прозвучка про все остальное так как многих игр как и про все да но да нельзя привлекать ненужное внимание убедите свидетелей молчать установите славку в целом сериал он такой конечно разве и в большей части все таки болтология происходит но как вообще в любом сериале нынче ну да что это сами понимаете болтология сама дешевая что можно снять но там есть и экшен там есть ну в первой серии например с погоня нормальная такая как раз подойдет и наши и там со временем тоже будут некоторые фишки так что да нет нормально я кость я пойду через машину чем такие правила понимаю что в игре уникальный сплав игры сериал закончил ступу вставкам по двадцать минут живыми актерами но в целом да ну как сказать что понимать под уникальным но формат пока нормальный вот переход вот этот меня он вбитумает особенно если ты сейчас шмальнешь точнее шмальнешь в голову да то есть все таки кому да выбор определяет то как пойдет сериал но там как бы действительно надо понимать что две ветки по которым пойдет скажем так серия слушай по идее получается что этих развилок 2 ванны степени да ну то есть я не знаю сколько их на минуту там там я не могу пока понять насколько это влияет то что вот например вот ее убили в этой сцене то есть насколько это дальше на что-то повлияет в целом да там будет еще выборы и соответственно будут меняться но давай смотрим вот сцена начинается также мы сейчас видим стал с тех же часов с того же всего но она не избитая я вот кстати говорю что нам не показал что надо было не избитой когда я в первый раз проходил баферизанцы посередине наверное твоя мама это конечно а малышка сквык на клиенте в дом в плане вариативности ну вот в антилдон ковырки у нас было тем что не было просто ты можешь убивать надо скажем так там не то чтобы она сильно она немножко и он не кажется немножко другая эту вариативность но да но я пока говоря пока полностью не осознал насколько чтобы влияет различные твои на различное поведение на то что в итоге получится но как вы видите вот сейчас то я не убьют тут вам спрашивают есть ли лоры но лор в игре типа записи дневники ой то хренища алчика да много всего хренища причем мне кажется даже слишком много я там где-то в самом начале нашел какую-то переписку короче там типа на компьютере находишь переписку и она такая длинная прям вот одна всего лишь один скажем так коллективлс нашел но он уже такой длинный и уже на середине вот этого второго или третьего коллективлса стало их лень читать понятно но такое бывает если коллег если вот вот этот дополнительный лор он становится слишком длинным те становится на него пофиг особенно чем с тобой не согласится ну вот и пускай не согласится на самом деле в блатбору я понимаю что это а пока было было когда к его блатбору там очень короткие описания предметов буквально два абзаца ну ладно и не полных как бы да а здесь ты прям находишь такую переписку которую ты можешь скролить вниз там и читать и как бы еще понимаешь дело в том что обычно такое вот любят делать первые переписки они такие очень отдаленные от того что происходит и как бы совсем филлерные и вот тут по моему оно так и было а как так все такие как бы филлерные вот эти есть вещи ты вот что говорят что вроде можно скачать сериал и в официозе не будет но может можно просто я так понимаю что на данный момент у тебя условно стриминг сериала идет с рвака к тебе на консоли а ты уже нам березу видимо да да на два слова отсюда и да пропал сигнал из фургона с джейком джейсон как это пропал как это уже неважно просто найди его у инка тебе поможет хромакея забыли убрать нет ничего не забыли убрать это я сейчас будут снимать на фоне этого хромакея скажем так чтобы она там записала собственно пиар послание ох чувак тут с ником бомболыла прям неистово бомбит про то что про вопрос которым уже отвечали дважды стоит ли покупать консоль ради этой игры мы не знаем ответ на этот вопрос у нас мнение разделилось я считаю что да вася считает что нет ну то есть такое вот мы с ним в пограничном состоянии но типа того да потому что я лично изначально да покупал именно ради как бы эксклюзивных проектов и главенствующим грубо говоря в нем был как раз quantum break и я и буду играть в фантом брейк на альбов фон не на компе но он в методах по поводу ты сам напомнил эти не говорят вот за что люблю нашего друга за манеру поставлять на фиге я и я купил из бокса на все просто на нем и чтобы он у меня был так что поэтому я не понимаю играя и выиграет поэтому я не могу сказать стоит не стоит просто я его уже купил но я тоже уже купил но не знаю мне кажется что играет в нем осталось многим брать мне взяли консоль да в другой страны не всем не все хотят переходить на десятую виндует уж точно но да но чем одни на то где бы тетки с мужиком обозвались сейчас пусть досматривают дальше сейчас мотну так вот это что то близкое к тому моменту сцепил опять кружку без подстаканника поставил нахер выбор ничего не меняется что что то в этом мире мы не можем изменить у каждого своя судьба если ему судьбой предначертано поставить кружку без подстаканника значит он поставит ну вот так вот да есть милый что ты кот я тут все это говоришь у меня левый глаз вываливается чтобы вы знали из-за чего не знаю просто вываливается пока что на паузу поставлю ох хрена себе он весь полопался просто весь глаз в крови как будто я палку палку себе в глаз воткнул ну это ладно клево ну это ладно да это не относится ну кстати вот костян там как раз подмечает в чате что походу многие забыли что он выйдет на пк только на 10 винде и там windows story каком то это ну да так windows story его поэтому в стиме нет и скорее всего не будет да нет не будет я почти уверен то есть да это эксклюзив windows store да а народ напитать поставьте плюс у кого десятая винда у кого десятая винда вообще давайте вот мы посмотрим кто готов вообще играть в quantum break на пк ну это не это поможет ли питаться своим глазом нет уу слушай много очень надо же очень много но мне кажется с активизировались те кто вообще ни одного сообщения в чате не писал может быть но так или иначе но данность что так все еще и он не всегда это люди которые ставят минусы да который не преследует никто не просил а то но им надо высказать свое мнение но окей но как видишь оказывается и десятая винда то есть у народа еще вопрос потянет легко эту игру это уже второй вопрос да но поскольку я не помню если системные требования или нет по моему нет но по моему да тоже нет так что так что вот игре смотрю тоже не перелогинивается от стоп гейма как я надо как бы и я иногда но теперь теперь мнение правительства бюджетский силу то не пускай по разговариванию конечно конечно но нам все равно чем заниматься ческока 20 минут но тут как бы к сожалению не показывают в этом зеленой если есть просто полоска есть который идет но не знаю расскажи еще очень про ощущения про свои там какие то не знаю как что тебе понравилось что там менее понравилось не знаю ну вот он мне не понравилось это как раз вот эти вот некоторые графические вещи то есть мне пофиг на то как там 720p да вот это вот вся там мыльница лесенка вот мне вот как раз вот эти вот яркие вспышки вот всякие абрас а абрам а абрас а подожди как это слово говорит абрамсовские вот абрас а блин второй раз уже не скажу но в общем его эти лэнсфлеры которые возникают здесь вот мне кажется они слишком яркие кстати книжка ланвейк лежит процент под телевизором сейчас вот а еще не сам по моему был одним из процент партнеров тут можно не станут очень часто появляются процент вот эти графические вещи то есть когда там вот ослепляет тебе ярко этой вспышкой мне не особо как приглянулись я думаю многими его спрашивать третий раз уже как вы думаете может быть такое сделают сезон где случится одна ветка потом решили что нет не так так не пойдет время отмотали назад и действия по второй ветке пойдет но типа короче на сиквел задел такое предлагает я так понимаю кто то так по моему вот идет оно по двум веткам в целом если об этом речь вот косян пишет хз по моему из-за фильтров игра реально сильно размыта особенно в экшн сценах ну вообще такое действительно есть но вот мне тяжело судить потому что я вполне нормально отношусь к такому я как бы не возникает вот это вот расстройство глаз я реддет редемшн на ps3 прошел так что я тоже но так она там уже вообще в конце космически маленьком разрешении да не знаю мне стиль на телеке нормально было вот вот я тоже как то но бы я не вижу вот это все фигня это было я предполагу понять людей которым это может показаться таким не умереть неприятным но я как то в принципе довольно терпеливо к таким вещам отношусь там я и всякие пт проходил и все такое и не возникало прямо сегодня правильно ну да у нас так забавно идет спор в чате между костей игорем г и недооценивать ситуацию собственно как и в принципе с людьми как и всегда да да которые там кто то говорит что озвучка стоит что кто то что озвучка нормально кто то то что в графон отстойка то что хорошие что каждый решит для себя из тех кто сможет поиграть нормально данный момент в год плану либо она но пока что произвести от времени я все еще капитан но он будет ли стрим в день релиза ну не знаю наверно да там ты сможешь лучше момент показать в любом случае сразу то же оно пройдено будет к тому моменту вот я думаю что второй стрим на 28 нет смысла делать особо думаю но такой такой знаешь внезапный неофициально а на степени официал куда опроса ждать на час как раз на которые добавятся вот а вот в день нивили за я думаю что да сделано ну да так не ну конечно сделаем да 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 то есть несмотря на то что мы сейчас показываем заранее но сразу вам покажем спойлеры да как в арабе концовку просто втопить вот только эмбарго спает а эмбарго то по моему кстати спадает за 5 дней до ряда раньше да раньше чем мы прям первого числа можно хоп начать стрим с концовки просто запостить во все соцсети и все и не поставить вам дисклеймен да да вот эти результат выбора действительно показывают то есть вот сейчас как раз показали это обращение этой активистки которые записывали и как народ все на сторону монарха скажем так переходит все верят потому что выгодили это смотреть как она работает берега когда другое ну ты видишь решил скипнуть такой покажи другой вариант и вот мы смотрим тот вариант или многие ну ладно ладно пусть я смотрю такой мы тоже сделали замануху замануху но кстати и и потом отдельно все таки да пройду и посмотрю что это вообще на что повлияет ну ты пройди сначала целиком игру а потом понятное дело что пройдут целиком а потом просто выберешь что это положено что у нас происходит новости да новости эээ абсолютно все в порядке все в порядке все в порядке вчера ночью в университете стреляли все в порядке это ботинки ну как думаешь всем ты имеешь ввиду костяну нет еще кому-то да но просто он выделяется на фоне всех остальных своим фиолетовым ником с зеленым топором который меч короче знаешь что сначала все таки оставь сериал оставь и сейчас такие блин ну и что мы будем полчаса смотреть да уже не полчаса а уже 10 минут осталось до конца там где то что подсказывает что лобутена вроде как это да не по моему не они вы че да я не знаю но ты че лобутена показывали в том самом почему мы скатились сегодня да да так я давно не заходил на сайт и не смотрел там вопросы что-то я совсем офигел заходите на сайт stopgame.ru не ленитесь заходите на youtube подписывайтесь ставьте лайки везде где только можете со всей силы репосты оло ло 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 вот это вот да вот этот бесплатные лайки под твичом вот слева да не забывайте подписаться жмите жмите вас тысяча семьсот с лишним человек жмите блин не донатите то хоть жмите бесплатные лайки да да вот заметил фразу что типа сисек нет сериал отстой блин во многих сериалах нету сиськи блин если вам нужны сиськи я всегда говорю есть специальные сайты кости вам их подскажет да где все это категоризировано там все разложено по полочкам какие конкретно на любой вкус и цвет вкус и цвет да а а а а а а да я знаю а а в общем вот кстати самое интересное то что вот на сайте три человека поставили плюсики про windows но бы написали что при этом компонент грн плохие и windows этот скорее на планшетах у них да стоит да вероятнее всего нет нет твою мать ушел видишь что происходит вот этот момент очень прикольный но я не знаю могу ли я его описывать потому что он происходит в следующей главе ну скажем так на эту сцену мы посмотрим с другого ракурса конец конец чего вот скажем так продакт плейсм в игре ты видел но помимо я сказал ниссан есть вот ниссан есть да да ниссан есть прям очень явно ниссан а че ничё ну мне вообще нравится продакт плейсм если честно ну вот больше не больше не замечал прям вот так вот явно ниссан просто он очень тут явно выглядит тут герой ездит на ниссан 350z ну вот этот герой сериала и в целом там очень часто ниссановский тачек светится может ему помогал кто мы безоружные я отвечал я работаю на монах на колени интересно вообще вот как сам думаешь есть не знаю смысл возможность как угодно вот типа чуваки потом возьму сейчас вот игра выйдет чуваки такие бац там знаешь через пять дней после выхода игры такие анонсируют что их сериал будет там какой-нибудь CBS там или ABC кто-нибудь показывает как думаешь это реально такое или вот в отвязке от игры оно вообще прям никак в отвязке от игры я думаю будет не ясно не сильно да просто это он именно нужен игре потому то есть игра точнее ему точно нужна сериалу потому что иначе он такой понятно ну все таки он про побочных персонажей то рассказывает я понимаю поэтому вот ну снято так ничего бодренькое вот смотрю щас там с камерой всякие приемчики так как мы снято он как реально как сериалы которые мы вот все любимы смотрим ну да 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 я на то есть это там не ширпотребно выглядят но он нормальный в гараже на фоне кринскрина все таки снималась вот 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 чуть-чуть не спрашивали есть какие в нем нет но если только не считается таки то чтобы открыть дверь долго подать но у меня не было москва типа знаешь там драки там мнение молитвы вверх короче ремиди верны заветом спасибо только слову только пил пил в общем вот на сериале мы потеряли 300 человек зрителей почти к слову о том что хотят все смотреть сериал ну что поделать да нет ничего ничего имбурга те кто остались те лучшие люди как обычно так всегда бывает кстати да смачно булку так жрет аж кушать захотелось хуан три тысячи рублей правда не знаю почему три тысячи наверно тридцать квантум брейк сейчас секундочку у меня пропал донат квантум брейк четыре тысячи рублей донат пятьдесят рублей сказать что интерстеллар говно пока кости на стриме бесценных метод от этого аж прямая трансляция сериала закончилась буферизируется все силы для этого она оборвалась буферизация на ассоциации качать то я сейчас уж не буду сериал я понял загрузить эпизоды вон да 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 есть силы эх ты что а ну и до этого не возникало этого окошка в принципе че ты прям начинаешь такие ты прям как наши комментаторы такой сказал ты читал казал блин завязку оре блин четыре минуты первых все блин просполерил все туши 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 начинается блин все у нас такие нежные стали блин ничего не расскажи так сразу спойлер чуть что пробухло сказал сразу все заплакали да все мы бомбанули все хорошо ничего там не было ничего там не было да если вы еще не видели великолепный репортаж мой не один то самое время после стрима посмотреть прислали меня за пропуском поможешь игра опережает сериал не успевает снимать подгружают на пути съемок кстати забавно вот ты говоришь наводка на джойса оказалась либовая не знаю мне вот сдается что он там был а второй чувак чем то тебя не было ну там все короче перешли на твое бухло любимое ну супер же лапцы да конечно шоу что не работает на монарх можно укрепнить эй эй не надо меня убивать побереги время я только что поднял тревогу у тебя секунд 20 вася сексуал что друг вори умер ты же прошел игру и все видел я все видел и поэтому это тем более не спойлер все тихо 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 все проехали ну иди да понимаешь то если бы я сказал бы что он умер но на самом деле не умер это был бы еще большим спойлером чем то что я сказал да это вообще не спойлером нахрен с этими спойлерами своими запарили сейчас скажу вам концовку quantum break и будете плакать я ее правда не знаю но я ее скажу и вы будете плакать и Леня будет плакать да не я не буду да не я спокойненько вообще спокойненько у меня глаз выпадает и комп сломан девочки мне уже все равно выколол себе глаза ну сейчас как раз их шончик как раз попритали ребят давайте тут явно осталось минут 10 нам поэтому меньше уже да какие вопросы остались бегом в комментариях на сайте на твича и мы будем как-то худытожить потому что больше тут уже показывать точно нечего спорта просто нельзя уже показывать ну да да я в последний раз к теме вернусь на комментарии да какой спойлер ори игра самый свеж... не самый свежак же чего истерить зайди в комментарии на ютюбе к обзору и почитай просто чувак посмотри какой истерить там ладно давайте про клантумбрейк не выйдет локация разнообразная говорю тут ксандре спросил выйдет когда в стиме выйдет я говорю в стиме не выйдет игра спрашивают локации разнообразные ну в целом да то есть не... не как в каком-нибудь фире например где все время там одни только офисные помещения а есть этот повторные но поднимать локация два раза как зовут этот термин бэктрекинг? нет не встречал да 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 не встречал но это все таки линейная игра ну да ну мало ли вдруг там типа за одного в одну сторону пошел с другого в другую не знаю за другого ты не так часто играешь за него так эпизодически за него так эпизодически извини перебил я что то прям хрустный перебил тебя хороший вопрос в каком сериалу игру хотели ну такое вот сериалу игру да 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 именно в сериал если вот так вот сейчас дай-ка подумать ну я понимаешь просто я всегда думаю что надо отвечать как сказать что то такое неочевидное то есть там все могут закричать домой и там давайте там не знаю там какой нибудь что там популярно сейчас игру престолов там какую нибудь еще что нибудь я вот скажу был такой сериал назывался он иерихон да он же один сезон такой был да он был один сезон но мне он очень нравился он два сезона кстати он был полтора сезона на самом деле да как ты игру представляешь по иерихону тебе выживастик в случае что ты должен выживать городом как бы в мире где произошла ядерная война целым городом в ноте ну да там же целый город ну то есть что то типа знаешь вот этого было стоит у детей только в плане сериала плане знаю я бы тринфикс тоже замка отлично но есть на самом деле за это для приманившим процент знаю что еще декста пишет есть игра и от этого баншин конечно а баншин да один мальчик верить можно было бы вот будет делать до движения в этой игре да я говорю я даже я проходил на своем ipod touch слушая есть вот кстати реклама продуктов микрософт в игре нате телефон там да 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 дохрена то но они все говорят по телефонам вот этим нокиа москве леонид а Да, планшеты все, Windows-планшеты. Клево, молодцы, нормально. Так это всегда же так. Ты всегда, когда смотришь, там от студии Sony, везде Вайо, там везде все Sony, как только от Microsoft, везде эти Windows-фоны и все такое, что-то там. Что-то было еще недавно тоже, я вспомню, везде были Windows-фоны где-то, но не помню где. Ну, короче, это стандартная фишка, все так делают. Вот еще тут вопрос был, есть ли взаимодействие с окружением, типа выключить свет там, как в Max Payne, что-то такое, нигде не было? Не, не помню такого. Лампочки выбить суперсилуэт из своих чей? Да нет, лампочки там в принципе не надо выбивать. Ну, там какие-то бочки всякие взрывающиеся есть, ну, такое все. Еще... Ну, ладно, это не буду. Неважная штука, и мало ли, может, нельзя. Ну и, собственно, закончился как раз сериальчик. Так, ну, давай тогда там как-то итож потихоньку. Итож. Давайте я кратко, короче, еще раз. Давай, давай ты итож, потому что мне нельзя итожить, потому что я видел что-то дальше, а мне нельзя пока оценки давать, а ты не видел, поэтому скажи... Да, я понял. Исходя из того, что ты знаешь. Хорошо. Ну, в общем, мы посмотрели первый... Как правильно? Что мы посмотрели именно? Акт и первую серию. Акт первого эпизода? Да, мы... Не-не-не-не, мы посмотрели две... Два акта первого эпизода. Две части первого акта тогда вот так вот. Оооо, Иисус Мари Иосиф. Короче, в общем, мы посмотрели что-то на час геймплея из начала игры и посмотрели полчаса сериала, которое неразрывно между собой связано. Вот. Это вот все, что я полностью понимаю. Ты больше не можешь ничего сказать? Своё оправдание. Нет, игра называется Quantum Drake. Играли мы на Xbox One. Quantum Drake. Quantum Drake. Окей, Quantum Drake. Quantum Drake, да, неплохо. Quantum Drake 4. Ладно, Quantum Drake. Играли на Xbox One. Суть игры, блин, в том, что нужно стрелять, управлять временем. Ну, что идёт повествование за доброго и злого, да, я так понимаю, чувака. Ну, да. Вот, периодически меняясь суперспособности, все дела. И сериал дополнительно раскрывает вселенную персонажей побочных и показывает как бы с разных сторон подход к геймплею, что ли, к игре в целом. Вот. Что ещё? Не знаю. Выглядит прикольно. Мне напоминает Макс Пейна, собственно. Немного, ну, без там каких-то конкретных прыжков в слоу-мо. Немного напомнил Алана Вейка, но они все в целом и Ремеди похожи. Я очень люблю Макс Пейн 2. Мне кажется, Алана Вейк тут больше узнаётся, чем Макс Пейн. Больше, да. И то, как бы он узнаётся так. Честно, мне стрельба почему-то показалась на Макс. Ну, окей. Ну, то есть в Алане просто стрельба была одинаковая, она была другая. Это факт. То есть она там была совсем другая. Здесь... Ну, с другой стороны, да, ну, окей. Потому что здесь тоже применяется какая-то способность, потом стреляешь. Способность – стреляешь. То есть, ну, условно, тоже с Алана Вейка можно достать. Алана Вейк мне тоже нравился, поэтому буду играть обязательно со всей силы. Игра выходит 5 апреля, если я ничего не путаю. Выходит на Xbox One и вроде как на Windows 10 эксклюзивно в PS Story. Вот. Я лично буду играть на Xbox One, само собой. Подожди, что ты сказал по PS Story? В этом, в Windows Story, говорит. Леонид, все, Quantum Drake, PS Store, откуда у него вылез? Я понимаю, что у тебя комп сломался, и глаз вытекает. Но ты как-то соберись, давай. Нет, я реально сказал. По-моему, да. Я так, что? Кай, это ты тут пристал, отстаньте. Все, я нормально сказал. По-моему, нет. По-моему, народ тоже услышал то же, что и я от тебя. Отстаньте. В общем, да. В общем, Леонид тут не может собраться с мыслями. Я же скажу так, что играть на удивление действительно интересный геймплей. Вот правда, я для себя обнаружил, что я пользуюсь всеми способностями главного героя. Обычно я всегда забываю о чем-нибудь, там вспоминаю только, если это нужно для какого-то определенного момента, прям вот обязательно. Здесь действительно пользуюсь, действительно это интересно делать. Про сюжеты я ничего говорить не буду, потому что, во-первых, не допрошу, во-вторых, нельзя. Но игра абсолютно точно стоит того, чтобы в нее как минимум поиграть. Ну, то есть, это не такая, которую там можно на YouTube посмотреть, сериалы и так далее. То есть, ощущения именно от игры, они приятные. Вот. Что до остального, это уже смотрите потом в финальном вердикте, в нашем видеообзоре и так далее, когда это все будет. А пока что, вот как-то так. Ну что? 1488 зрителей, это все, что я видел. Да, это очень символично, и на этом мы на сегодня заканчиваем. Спасибо, что пришли, спасибо тем, кто подписался, что смотрели, комментировали, ваши очень ценные комментарии очень сильно нам важны. На самом деле, не всегда. На самом деле, никогда. Ладно, народ, все. На самом деле, конечно, все. Все, спасибо, что вы были, и до скорых встречи. И мы постримим полную версию игры обязательно в день выхода. Все, народ, пока. Субтитры сделал DimaTorzok